Ребят, всем привет! Всех приветствую, всем здрасте! Данная серия могла бы пойти о штукатурке потолка, но она пойдет о гипсокартоне. Михалыч меня пригласил, чтобы я ему помог повесить два листа, чтобы выровнять более-менее маломальский потолок. А затем он хотел приступить к штукатурке. Но решили мы, точнее он решил, мы посовещались и он решил, что будем мы делать полностью потолок из гипсокартона. Так как уйдет много штукатурки и все в этом роде. В общем, смотрите, смотрите, как мы это делали. Ну, приступим к рассказу и показу. Первым делом мы закрепили подвесы к потолку. Но, прежде чем закрепить подвесы, мы воспользовались лазерным уровнем. Его сейчас не видно на картинке, но он есть, он был, поверьте. Скинули стартовый профиль по периметру. Михалыч вот заштукатурил швы между плит. Очень большие швы, такие перепады плит советской постройки. Ну, конечно, делали такое себе раньше. Но, тем не менее, стоит до сих пор по сей день. Главное, так сказать, накрасить губки. Вот, продолжаем. Кинули мы такой профиль. Все делали строго по уровню. Все делали прям... Ну, не подкопаешься. Настолько ровно, настолько идеально. По сравнению особенно с тем, что было. Ну и начали мы крепить гипсокартон. Гипсокартон ехал к нам два дня, хотя везти его по факту полтора километра было. Да, кто понимает, тот заметил, что гипсокартон мы начали ложить поперек. Хотя его надо было крутить повдоль. Но у нас не было другого выбора, потому что у нас там подмечено, намечено все было. В общем, история такая, что пришлось нам делать ровно так, как мы сделали. Но получилось все равно сногсшибательно. Правда, резки много. Подрезки и прочего. Сделали мы закладную под люстру. Видели, да? Вот. И пока я вот этот квадратик заштукатуривал, Михалыч занялся нишей под гордину. Сделали нишу для гордины под гордину. И получилась у нас такая красота. Вот эта вот люстра. Какая люстра тут будет замечательная. Потом, похоже, закачаетесь. А вот это вот наша ниша. Так сказать, заказчица обязательно сказала, что ей нужна вот такая ниша, чтобы скрыть гордину. А почему разного цвета? Потому что один клагостойкий, гипсокартон, а другой нет. Вот Михалыч запенил щели, которые у нас там небольшие образовались. И мы были готовы ликовать на финишной прямой. Но, дорогие друзья, не тут-то было. Видите эту стену? Ее тоже нужно выровнять. Думал, Михалыч уже займется это отдельно, самостоятельно. Но все-таки звезды сошлись так, что и здесь я ему решил помочь. Это я вам хочу показать, какой у нас замечательный закат. Вот, день тот, когда мы приступили к монтажу стены. Вокруг трубы пойдет у нас, ну, типа инсталляции что-то. Но это уже Михалыч делает сам. Начали мы разметку. Опять лазерный уровень. Опять нишу. Вот видите, Михалыч там внизу делает железяку. Это для того, чтобы мышки не залезли, не прогрызли, не жили в стенах. Дорогие друзья, мы замонтировали профиль. Сначала стартовый, потом такой вот, на такие вот подвесы. Где-то подвесы не доставали. И пришлось монтировать вот на такие самодельные. В черном варианте это выглядит примерно как-то так. Вот. Замонтировали все. И приступили к монтажу гипсокартона. Кинули два листа. Вот первый Михалыч сейчас докручивает. И вот он второй. Сейчас покажу. Эй, второй. Вот он второй. Ну, история на этом не заканчивается. Михалыч потом будет сам все там шпаклевать. Все такое. Михалыч переварит трубу. Инсталляцию сделает там какую-то. А это наша ниша. Мы вернулись к ней чуть позже. Запенили, приклеили на клей пену. И все готово. Вуаля. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!